Ну что, всем привет и начинаю записывать новый влог. Сейчас сижу в платье, таком зеленом, в лобби, в лобби-баре. И поедем сейчас в Старбакс. Вот, поедем в Старбакс и, наверное, еще в старый город погуляем, посмотрим. Вот, сейчас пью латте, отдыхаю после ужина. Ужин был очень хорошим. Тут всегда дают красную рыбу на гриле. Всегда огромный выбор мяса, если вы любите мясо. Но я обычно рыбу красную ем. Очень много курицы, огромный выбор. И очень много клубники. Вообще очень много фруктов. Очень огромный выбор, поэтому кушаем мы хорошо. Снимай outfit of the day. Сегодня у меня такое зеленое платье. Все такое прям кружевное. На кружеве здесь такой пояс. У меня распущены волосы и красные туфельки. Вот. С собой я брала только красные туфли на каблуке, все остальные обувь на такой платформе. Вот. Такой вот браслетик. Красивенький. Колечко Пандора всегда со мной. Вот. Такое вот летящее платье. Мы приехали на завтрак. Мы приехали на завтрак. Всем еще раз большой привет. Продолжаю записывать влог. И сейчас мы едем в ресторан. В новый ресторан. Мне кажется, мы уже объездили все рестораны абсолютно, которые есть в Седе. Не в Малавгате. Просто каждый день ходим в два ресторана. В один на ужин, во второй пить кофе. Так что ресторанов посещаем достаточно много. Я уже эксперт по ресторанам, которые находятся в Седе и Малавгате. Так что можете обращаться. Расскажу вам, какие хорошие места и где хорошая кухня. Вчера, к сожалению, не сняла для вас. Мы были в Кью Бич. Очень хороший ресторан в Седе. Потрясающий вид. Потрясающая кухня. Очень хорошее обслуживание. Так что советую. Вот. Также мы обычно завтракаем еще в Сангардене, откуда я заказывала пиццу. Я вам показывала. Но, честно, это очень нехороший ресторан. Там очень грязно и очень высокие цены. Чтобы вы понимали, цены, там, не знаю, завтрак стоит 17 евро. К нему дополнительно по 4 евро каждая яичница. Она очень маленькая. Дополнительно все остальные выпечки по 4 евро. Короче, у вас завтрак выходит, не знаю, 50 евро. То есть вообще в завтрак не входит ни чай, ни сок. То есть отвратительно просто. Мне очень не нравится. Но это самый ближайший отель, который, точнее ресторан, который есть возле нашего отеля. На самом деле в Турции огромная проблема с ресторанами. В том плане, что никакие санитарные службы их не контролируют. И действительно просто иногда себе позволяют очень некрасивые вещи рестораны. При этом очень сильно загибают цены. Да, действительно это так. У меня камера немножко трясется. Я очень извиняюсь за это. Ну вот. Так что да, в этом огромная проблема в Турции. То, что действительно они думают только о деньгах. И в последнюю очередь о том, насколько профессионально они это выполняют. Очень много, я заметила, таких появилось в ресторанах. И абсолютно для них норма, что гуляют собаки по ресторану, гуляют кошки. Они не думают, что это какие-то могут быть вирусы и заразы различные. Их это, знаете, мало интересует. Вот. Поэтому, на самом деле, косят во влог как могут. Вот. Но мы сегодня едем в хорошие рестораны. Тебя тоже были в хорошем ресторане. Плохие рестораны, где стараемся не посещать. Вот. И... да. Так что мы отправляемся. Включись попозже. Продолжение следует... 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 Так, всем привет! Новое отключение. Вижу на басике. Все уехали. И сегодня уехало человек 80, нас осталось в отеле где-то человек 200. Очень мало, почти никого нет. Видите, всё пустое, всё пустое. Там тоже всё пустое, на той стороне. Здесь всё пустое, так что мы пустые. Очень хорошо, кстати, нельзя, мне очень нравится, когда нет людей, как-то, знаете, спокойно. Здесь места, можно никуда не торопиться, спокойненько отдыхать, спокойненько приходить на ужин. Так что да, такие дела. Вот сейчас дочитываю, кстати, свою книгу, у меня осталось 10 страниц этой книги, так что я думаю, что скоро уже на моём канале будет видео по эту книгу, потому что осталось уже немного. Вот, так что да, такие дела. Мы только что приехали девчатки из Аришпааба. Сегодня выступал замечательный Танжир. Вот, очень люблю Танжира. Здесь он выступает каждую среду и субботу, поэтому я постоянно его посещаю. Вот, замечательный певец Танжир. Он есть у меня в подписках в Инстаграме, можете зайти. Там есть его сайт. Это очень популярный артист в Турции, который поёт каверы, то есть он поёт джаз, блюз, кантри, играет витлз, играет стинга, разных-разных исполнителей. Вот, сейчас мы приехали, смотрим, как скажем, Евровидение. Ну, как смотрим, просто он идёт фоном, потому что я не являюсь фанаткой Евровидения. Вот. Кто мне понравился? Сейчас скажу, кто мне вообще понравился. Мне очень понравилась Португалия. Знаете, несмотря на то, что мальчик некрасивый, мы не обсуждаем внешность, мы обсуждаем песню. Мне очень приятно его слушать. Просто потрясающая песня. Я себе скачаю португальскую песню даже и буду её слушать. Она очень приятная, прям такая суперромантическая. Сейчас, кстати, Джамала поёт. Мне её песня в прошлом году вообще не понравилась, будем говорить откровенно. Я не считаю, что это была самая лучшая песня прошлого года, но как бы победителей, наверное, не судят. Вот. Кто мне ещё понравился? Мне понравилась Молдова. Очень зажигательная песня. Я считаю, что они, в принципе, достойные победы. Кто ещё мне понравился? Австралия. Очень милый мальчик. Вот. Ну, Греция такая тоже зажигательная песня. Много, в принципе, в этом году очень классных, крутых исполнителей. За Беларусь я не болею. Сразу говорю, что мне не нравится фольклор, мне это всё не близко, поэтому мне это не нравится. И мне кажется, поцелуй в конце был очень лишним. Был очень лишним, каким-то, знаете, наигранным. Мне кажется, не стоит словаться на сцене, не стоит показать какие-то свои чувства или ещё что-то. Это было сделано зря. Поэтому ждём результатов, узнаем, кто победит. Вот. Я абсолютно равнодушна. Потом вам чуть попозже выскажу своё мнение по поводу победителя. Это единственный год, когда я угадала победителя. Мне сказала, что мне очень нравится Португалия, из-за него болела. Очень крутой мальчик. У него такая душевная песня, поэтому я очень рада. Вот прям первый год, когда вот прям тот, кто мне понравился, он выигрывает. Это очень круто, так что я надеюсь, он вам тоже понравился, он потрясающий. Я вам хотела заснять, что у нас продают в отеле. Вот такие всякие кольца. Кстати, вот тоже вот такие симпатичные кольца, чисто турецкие. У меня вот это похожее кольцо есть. Симпатично, красиво. Вот этот мне ещё понравился наборчик. Синий такой, тоже очень красивый. И вот эти зелёные серёжки, очень красивые. Наборы вообще я очень люблю, они красиво смотрятся. Вот зелёный такой набор, красный. Вот этот у меня такой вот есть тоже. Но правда без кольца. Очень красиво смотрятся серёжки. Вот эти вот первые тоже красивые. Браслет вот со змейкой тоже такой прикольный. Вообще вот эти браслеты мне тоже очень нравятся. Это внизу мужское. И внизу вот такой браслет, как у меня. Вот видите. Когда они тут продаются, я не знаю, правда, сколько стоит. Здесь не написано. Вот эти большие тоже браслеты красивые. Вот этот как аквамарин, но это не настоящий вообще аквамарин. И мне ещё очень понравился вот этот золотой набор, жёлтый. Мне кажется, очень красиво смотрится. Но я покупать не буду, тратить деньги. Потому что пусть мужчинам дарят такие вещи женщинам. Ещё продаются всякие часы. Но я бы не советовала покупать такие часы, потому что они очень плохого качества. Они у вас просто облезут. Поэтому, ну, часы в Турции, честно говоря, не покупайте. Всё-таки, знаете, жуткие поделки с Алиэкспресса. А у нас тут немножко покупок из Cosmo Home, из gratis, магазины косметики Watson, магазины косметики и H&M. Так что, если вам интересно, то смотрите завтра. На моём канале будет видео о новых покупочках, косметики, одежды. Вот. И даже немножко подарков. Мне подарили замечательную, очень крутую Барби, мишку. Так что, да. И я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого влога. И если у вас есть какие-то ко мне вопросы, вы хотите что-то обсудить со мной во влогах, если у вас есть какая-то тема интересная, которую вы хотите со мной поразвивать, или чтобы я её развила, или тема для чайного влога, пожалуйста, пишите всё в комментариях, и я постараюсь её выполнить. Огромное спасибо за просмотр, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok